На телеканале Омск ТВ новости в студии Филипп Лебедь. Здравствуйте, смотрите сегодня. В Омске сегодня прошла настоящая пылевая буря и дело вовсе не в погоде. На старт с военного полигона 242-го учебного центра ВДВ вышли все участники международного ралли «Шелковый путь». Начало гонок – главное спортивное событие лета. Впереди у спортсменов 11 дней напряженной гонки по равнинам, горам и полному бездорожью. Что гонщики со всего мира думают об Омском рельефе, как встречали пилотов команд жителей региона, расскажут мои коллеги. Военный полигон, с которого стартовали гонщики, оказывается расценивается как один из самых скоростных этапов ралли «Шелковый путь». Хоть на данном участке периодически и проходят боевые учения, но все же ничто не создает непроходимый рельеф, так как сама природа, говорят спортсмены. Самым трудным этапом «Шелкового пути» участники называют «Алтайские горы». Некоторые из них еще ни разу не обкатывались техникой. Гонщики, по сути, станут первопроходцами. Я надеюсь, что я хорошо подготовлен. Я впервые участвую в этом ралли. Я не знаю, чего следует ожидать, но я думаю, что я готов. Конечно, опыт помогает в каждом заезде и даже в таком масштабном ралли. И я надеюсь на хороший заезд. Омская часть трассы считается скоростной и оттого одной из самых зрелищных. Здесь спортсмены обязаны давить на газ. Впрочем, даже на равнинах нельзя забывать, техника имеет свойство ломаться. Так, на финише первых этапов уже отметились гонщики с разорванными в клочья колесами. Причем, один из пострадавших экипажей из Омской области. Не задалось у спортсменов на родной земле. Впрочем, наверстать упущенное время есть. После замены колеса гонка продолжается. Экипаж из Омска, тот самый Евгений Фрезергер и Алексей Шпук, они финишировали с проблемами. В клубах пыли утонули буквально все, кто находился в радиусе 100 метров от основной трассы. В том числе и губернатор Омской области Александр Бурков. Он пообщался с гонщиками, спортсмены рассказали о тонкостях подготовки к подобным стартам на выживание. Моральный настрой очень важен, но все же, прежде всего, необходимо тщательно проверить своего железного коня, чтобы не подвел в самый ответственный момент. Вес тоже ограничен, тоже 850. Это минимальный вес, может больше, меньше и меньше. Губернатор проводил участников ралли до финиша первого этапа на вертолете. А еще вчера вечером вместе со всеми мячами чествовал спортсменов на Соборной площади. Несмотря на 35-градусную жару, увидеть вживую «Камазы» и машины, которые не раз покоряли, казалось бы, непреодолимые участки по всему миру, пришли тысяча мячей. Причем не только фанаты автоспорта. Ралли «Шелковый путь», который мы смотрим по телевизору десяток лет, и «Дакар» смотрим 40 лет. Я больше за «Дакаром» смотрю, но болею за всех. Пусть выиграет сильнейший. Такое событие происходит не каждый год, поэтому, конечно, очень хочется посмотреть, что это такое, что за ралли, какая будет техника. Спортсмены, признаются, ожидали совсем другой погоды. Суровости климата Сибири сегодня слагают легенды, но как будто на заказ во время старта ралли над регионом яркое солнце и далеко за 30 на термометре. Гонщикам из тропиков такие условия явно пришлись по душе, но больше всего участников впечатлила церемония открытия. Одна из немногих участниц девушек, Анастасия Нифонтова, признается, так гонщиков еще нигде не встречали. Я спросила у ребят, уностранцев, они абсолютно в шоке, просто в шоке. А они такие, вау, вот мы такого не видели нигде. 78 участников вышли на старт в 9 часов утра с полигона 242-го учебного центра ВДВ. Сейчас все они уже за несколько сотен километров от региона. Есть промежуточные итоги, однако сами спортсмены все же предпочитают обращать внимание на финальный результат. Гонщики закончат ралли «Шелковый путь-2021» в столице Монголии Улан-Баторе 11 июля. Стала известна причина, почему легенда омского автоспорта знаменитый автогонщик Александр Фабрициус не принял участие в старте ралли «Шелковый путь». По сообщению сайта «Город-55» экс-министр был госпитализирован накануне. В региональном Минспорте информацию подтвердили, о диагнозе не сообщается. На ближайший месяц это последнее масштабное собрание омичей. В дело вступают ограничения, связанные с эпидемией COVID-19. Как будет проходить празднование дня города, пока остается под вопросом. Известно только, что из бюджета города на проведение мероприятий выделено почти 4 миллиона рублей. В настоящее время планируется 8-часовая развлекательная программа. Однако последнее слово будет за региональным оперативным штабом. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает ухудшаться. По данным Минздрава, за сутки диагноз COVID-19 официально подтвердился у 268 омичей. Таким образом, в пятницу 2 июля регион побил собственный антирекорд по заболевшим за сутки. Напомню, что во вторую волну максимальное количество заражений зафиксировано на уровне 258 человек. Коэффициент распространения по-прежнему высок – 1,34. Остановить распространение коронавируса может только новый локдаун. Такую меру считает единственным способ каждый пятый россиянин. Итоги опроса опубликованы в РИА Новости. Впрочем, больше половины граждан все-таки выступают против тотального режима самоизоляции, поскольку это окончательно убьет экономику. При этом власти считают, что кардинальным решением проблемы пандемии и эффективной альтернативой локдауну может стать поголовная вакцинация. Отмечу, что в 26 регионах уже приняли законы об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан. Еще в двух регионах готовятся к такому решению. Омская область в их число пока не входит. А мячи сами массово записываются на прививки от COVID-19. По данным сайта gogov.ru, за сутки прививку от коронавируса поставили 5226 жителей региона. 160 миллионов рублей выделено из бюджета на финансовую поддержку омских медиков, которые работают в красной зоне. Плюс еще почти 6 миллионов рублей для соцработников на доплату за особые условия труда и дополнительную нагрузку. О выделении региону очередного транша из федерального бюджета сообщил депутат Госдумы от Омской области Александр Жуков. Средства будут направлены на оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским работникам. Выплаты всем ветеранам труда Омской области вернут, но только в 2022 году, сообщают в правительстве Омской области. После прямой линии с президентом, во время которой омский пенсионер пожаловался главе государства на то, что не получает надбавку за звание ветерана труда, губернатор Александр Бурков распорядился проработать решение вопроса. Как пояснили в региональном министерстве труда и соцразвития, с 2017 года, согласно распоряжению губернатора Виктора Назарова, Выплаты в размере 550 рублей производятся только тем гражданам, доход которых ниже определенной суммы. На данный момент это 15 631 рубль. Чтобы вернуть доплаты всем в региональном бюджете, необходимо изыскать дополнительно более полумиллиарда рублей. В 2021 году таких ресурсов в региональной казне нет. Поэтому ежемесячные выплаты удастся вернуть всем амичам, имеющим звание ветерана труда Омской области, только со следующего года. С этого времени на получение ежемесячной выплаты имеют право обладатели звания ветеран Омской области, доход которых не превышает 175% величины прожиточного минимума пенсионера в Омской области, то есть 15 631 рубль. Ранее мера поддержки предоставлялась всем гражданам, имеющим звание. Сейчас выплату в 550 рублей получают 43 800 жителей региона. Всего же звания ветеран Омской области имеют 98 000 человек. Для снятия критерия нуждаемости из регионального бюджета потребуется 650 миллионов рублей. Четверть миллиона тонн выбросов в год в Минприроды России назвали главные источники загрязнения воздуха в Омске. После прямой линии с президентом, куда амичи направили десятки жалоб на плохую экологию, и по видеозвонку коллективно рассказали о проблеме в городе Владимиру Путину лично, в федеральном ведомстве подготовили информацию об основных загрязнителях атмосферы в регионе. По данным Госреестра, на который опираются в Минприроде, в Омске 245 объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Суммарно в год в городе фиксируется около 256 тысяч тонн вредных выбросов. Из них тысяча приходится на автотранспорт, еще 37 тысяч – заслуга частного сектора. Но основной урон экологии наносят промышленные предприятия – 218 тысяч тонн выбросов за 12 месяцев. По данным Росприроднадзора, в топ самых загрязняющих объектов входят Омский завод гражданской авиации, Омский каучук – основная площадка Омского НПЗ, Омск-Трансмаш – Омский завод технического углерода, Омский аэропорт и Оша, а также автодороги на улицах Нефтезаводской, Воровского, Масленникова, Герцена, Богдана Хмельницкого и проспекте Королева. Отмечу, что согласно планам, в рамках нацпроекта «Чистый воздух», куда входит 12 регионов страны, в том числе Омская область, количество выбросов к 2024 году должно снизиться на 20%. В ближайшее время без воды останется почти полгорода. В Омск-Водоканале вновь сообщили о проблемах. На Октябрьской насосной станции скоро начнутся плановые аварийно-ремонтные работы. В пресс-службе компании рассказали, что водоснабжение будет приостановлено на сутки с 6 вечера 7 июля до 6 вечера 8 июля. По примерным подсчетам, краны будут пустыми у 40% домохозяйств Омска. Октябрьская станция обслуживает дома и административные здания на улицах 10 лет Октября, Омской, 20 лет РКК Богдана Хмельницкого, Завертяева, Орджоникидзе, проспекте Космический и многих других. Не будет воды также в больших полях, поселках Степном, Ростовке, Богословке, Новомосковке и Ульяновке. В Омск водоканале предупреждают, подвоза воды к жилым домам не будет, только к медучреждениям, так как всех жителей оповестили об отключении заранее. Поэтому омичи должны сами запастись водой на сутки. Напомню ранее, 30 июня без воды остались жители микрорайона Амурские-2 из-за повреждения трубы. Сегодня в 4 часа утра ремонтные работы завершили и на данный момент подачу воды в дома восстановили в полном объеме. Поможем детям всем миром в рамках благотворительного проекта «Шаг на встречу» дети из малообеспеченных семей могут получить квалифицированную помощь врачей и индивидуальные средства реабилитации совершенно бесплатно. О том, куда обращаться за помощью и кто возьмет на себя все расходы, расскажем в нашем материале. Махер Абдулрахим – кандидат медицинских наук, международный эксперт по клиническому ортезированию. Его пациенты – дети из разных городов России. Амич Женя ведет себя на приеме тихо и сосредоточенно. Вместе с мамой наблюдает за каждым движением врача. Екатерина мечтает, чтобы Женя мог хоть немного, но все же самостоятельно стоять на ногах. Это очень большой проект, действующий. И огромное спасибо этим докторам, что они делают такие удобные аппараты и твиттера, в которых можно все-таки, их можно использовать, и они очень действенные. Спасибо фонду, спасибо огромное. Благотворительный проект «Шаг на встречу» организован и реализуется совместно с Центром клинического ортезирования «Альянс Орта» и Международным благотворительным фондом помощи детям всем миром. За три года высококвалифицированные и опытные врачи-ортопеды из Санкт-Петербурга побывали уже в более чем 80 городах России. Приемы и консультации проводятся для детей с патологиями опорно-двигательной системы. Современные технологии ортезирования позволяют непосредственно на приеме у врача, не выезжая в другой город, изготовить туторы. Именно так называются эти изделия. В работе врачи используют низкотемпературный пластик. Заранее изготовленная по размеру пластина опускается в теплую воду. Через 3-5 минут она становится мягкой и готова к формированию изделия. Главная особенность изготовления с учетом анатомических особенностей тела ребенка занимает весь процесс от 30 до 60 минут. Бывает такое, что в индивидуальной программе реабилитации это не вписано. Переоформить данную программу это достаточно долго. Необходимо это получить прямо сейчас. Или бывает такое, что они получают не индивидуальные, то есть они получают по шаблону. Стандартные изделия, которые не подходят, или давят, или мешают. Поэтому лучше, чтобы именно все было максимально индивидуально. Дело в том, что и по квотам, и чаще всего работают по старой технологии. Это из высокотемпературного пластика. Когда сначала нужно снимать гипсов слепок, делать позитив-негатив, и потом делается само изделие. Это проходит 3 этапа изготовления. Это получается, но не учитывается все детали, анатомические особенности ребенка. И некоторые детали могут потеряться за счет этих 3 этапов. Это занимает достаточно много времени. В рамках благотворительного проекта «Шаг навстречу» дети из малообеспеченных семей могут получить квалифицированную помощь врачей и индивидуальные средства реабилитации совершенно бесплатно. В этом случае все расходы берет на себя Международный благотворительный фонд помощи детям всем миром. Многие дети, которые нуждаются в качественных методиках, которых в Омске нет. И мы очень часто оплачиваем таким детям. И вот наше партнерство с «Альянс Орта» и «Шаг навстречу» это просто глоток воздуха для нас и для многих наших детей. Есть семьи, которые, ущемляя себя в питании, выкладываются, чтобы что-то сделать для ребенка. И вот наше сотрудничество, наше партнерство – это выход из таких безвыходных ситуаций. Информацию о детях, которые получили адресную помощь, можно найти на сайте фонда «Всем миром». Там же можно узнать, кому требуется поддержка и как это можно сделать. Там же все желающие помочь проекту могут это сделать в удобной для них форме. Ведь ресурсы благотворительной организации – это в первую очередь пожертвования неравнодушных чужой беде людей. Более 700 кандидатов в 34 регионах России. Партия «Новые люди» выдвинула кандидатов на предстоящие в сентябре выборы. Кого намерены делегировать в законодательное собрание Омской области – обо всем подробнее в нашем сюжете. Внеочередное общее собрание регионального отделения партии «Новые люди». Дискуссия идет в кругу единомышленников. Обсуждают важный для партии момент – выдвижение кандидатов для участия в предстоящих выборах. По списку мы выдвинули 43 человека, по одномандатным округам – 13. Это большие цифры. Единый день голосования назначен на 19 сентября. Мы видим, что действительно людей, готовых вкладываться временем, своими ресурсами, энергиями в развитие Омской области, эти люди есть, и их немало. И наша задача – поддерживать таких людей, давать им точки развития в своем регионе, чтобы они не уезжали в другие регионы. Каждый из выдвинутых кандидатов пообщался с активистами уже в рамках форума сторонников партии «Новые люди» – предпринимателей, врачей, юристы. У каждого свое видение текущей ситуации, основанное на личном опыте. Я понимаю, что людям недостаточно той помощи, которую мы оказываем. У нас, к сожалению, очень большая текучка кадров тех людей, которые оказывают медицинскую помощь. Неспосредственно врачей, медперсонала, среднего. И люди не могут ни попасть на прием, ни получить качественную медицинскую помощь. Поэтому нужно поднять статус этой профессии в первую очередь. Всего партия «Новые люди» выдвинет более 700 кандидатов в 34 регионах России на выборах 2021 года. Более 300 кандидатов пойдут по одномандатным округам и более 400 по спискам партии. У партии большой потенциал. И мы уверены, что добьемся этих целей. В 2020 году депутаты от партии «Новые люди» были избраны в Новосибирской, Калужской, Костромской и Рязанской областях. В 2021-м кандидаты также настроены на результативную работу. Таковы главные новости этого дня. В студии был Филипп Лебедь. До встречи в эфире.